Привет! Совсем недавно вышла первая бета-версия iOS 18 и о ключевых возможностях я снимал отдельное видео, ссылочку я оставлю, обязательно посмотрите. А в этом видео я подготовил для вас те скрытые фишки, о которых Apple не говорила на презентации. Спонсор сегодняшнего видео это Яндекс.Маркет, где я купил вот такую вот классную станцию Light с Алисой, которая в 150 миллионов раз умнее, чем Siri. Мне удалось урвать этот гаджет по очень хорошей цене, ссылочку на Яндекс.Маркет я оставлю в описании. И начать я хочу с центра управления. В iOS 18 он получил глобальные нововведения, по сравнению с тем, что было у нас в iOS 17, конечно же, добавилось еще больше функциональности. Теперь сюда мы можем добавлять очень много виджетов не только от Apple, но еще и сторонние разработчики получили доступ к этому центру управления и смогут добавлять туда свои приложения. Теперь у нас появилась возможность выключить свой телефон из центра управления. В правом верхнем углу у нас появилась вот такая вот пиктограмма, нажав на которую мы с вами попадаем в меню выключения телефона. Напомню, что раньше это выглядело так, вам нужно было зайти в настройки основные, мотать в самый низ и вот здесь было пункт выключить. Теперь все это можно делать из центра управления. В приложении заметки у нас появилась возможность раскрашивать текст. Выделяем слово или предложение, нажимаем на буковку А в левом нижнем углу и у нас есть вот такая вот настройка, которая позволит нам поменять цвет текста. К сожалению, по умолчанию доступно пока только 5 цветов, но для тех, кто хочет как-то разнообразить свои заметки, появилась вот такая вот прикольная интересная настройка. Приложение Калькулятор получило серьезное обновление, немного поменяли дизайн, он стал более таким грубым, на мой взгляд, но не менее от этого интересным. Как вы могли заметить, в левом верхнем углу у нас появилось 3 точки и 3 линия, это история наших вычислений. Это, кстати, очень удобная штука, особенно если вы часто пользуетесь калькулятором, чтобы не делать расчет заново, просто нажали на историю и он вам, собственно, покажет то, что вы вводили и результаты этих вычислений. В левом нижнем углу у нас также появилась возможность менять калькулятор на стандартный, научный, математический заметки или преобразовать. Благодаря этому мы можем конвертировать угол, площадь, валюта, данные, энергия, сила, топливо и так далее. Прикольная штука с конвертацией валюты, например, доллары США давайте возьмем и сколько это будет в евро. Например, 25 долларов в евро это будет нисколько, потому что работает это очень криво, но, тем не менее, такая возможность у нас с вами появится, скорее всего, более корректно все это будет считать в следующих бета-версиях. Давайте попробуем измерить угол градуса, 90 градусов, это у нас будет полтора чего-то там рад. В общем, для тех, кому это нужно, особенно для, наверное, учащихся людей, либо каких-то строителей, эта штука, наверное, действительно будет незаменима. Но вы видите, что в первой бета-версии работает она немного криво, немного, наверное, это мягко сказано. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там самые последние, актуальные и быстрые новости из мира Apple. Также я туда публикую различные крутые кружочки, в общем, ссылочку на него я оставлю в описании. Если вы зайдете в приложение телефон в раздел недавний, то у вас здесь появился поиск в iOS 17, такого не было. И получается, что отсюда вы можете уже начинать вбивать либо номер контакта, либо номер телефона. Возможно, для многих это не станет такой ключевой функцией, но, тем не менее, у нас появилась еще одна возможность к быстрому доступу к нашей телефонной книге. Приложение фото получило крупный редизайн и, в первую очередь, хочу вам показать то, как теперь мы с вами можем просматривать видео. Раньше это было, на мой взгляд, не очень удобно. Мы открывали видео и, собственно, вот так это выглядит. Согласитесь, конечно, мы к этому уже все привыкли, но это немного не то. iOS 18 сделали гораздо интереснее. Теперь у нас здесь есть шкала прокрутки. Также можем нажать play-pause, ну и включить и выключить звук. Согласитесь, это гораздо удобнее, нежели то, что есть в iOS 17. Еще крутая штука появилась в приложении фото. Вы можете отфильтровать скриншоты. Прекрасно знаю, что очень много бесполезных этих скриншотов хранится у вас на телефонах. И для того, чтобы они вам не мешали при просмотре вашей галереи, просто можете ее отключить. Согласитесь, это очень круто. В приложении фото у нас также появилось несколько интересных инструментов для сортировки фотографий. Особенно нас интересует другое. Если мы сюда зайдем, то у нас откроется список того, что мы можем в теории искать. Например, QR-коды. Нажимаем на QR-коды и у нас отображаются те фотографии, на которых есть QR-коды. Мне очень понравился раздел чеки. Нажимаем и, пожалуйста, у нас все чеки, которые есть в медиатеке. Есть иллюстрации, это картинки, рукописные, либо настенные, которые мы когда-либо фотографировали. Список достаточно большой и, самое что интересно, все подбирается очень точно. Благодаря, наверное, мощнейшему искусственному интеллекту, который установлен в iPhone XS. Конечно же, это шутка, но, согласитесь, прикольная фильтрация по фотографиям. Ну, а что касается типов медиафайлов, то здесь, в принципе, ничего интересного нет. Это было и на версиях прошивки iOS 17. Приложение настройки также получило новый обновленный дизайн. И самое крутое, на мой взгляд, это то, что все приложения теперь у нас выделены в отдельную категорию. Посмотрите, как это выглядело на iOS 17. То есть бесконечно можно скролить эти настройки. А в iOS 18 все очень просто, лаконично. Заходим во вкладку приложения и здесь нас встречают абсолютно все приложения, которые установлены на нашем телефоне. Когда мы зайдем во вкладку основные, то здесь будут храниться действительно те основные настройки, которые нам могут понадобиться. И вначале нас сразу встречает пояснение о том же, что здесь мы с вами можем делать. Также интерфейс вкладки iCloud Plus был переработан. Посмотрите, как он выглядит сейчас. То есть здесь у нас по зонам распределено, что хранится в iCloud, что мы имеем в iCloud. Это очень круто, в отличие от того, что было в предыдущей версии. Я не скажу, что там как-то было хуже, но здесь все как-то более гармонично смотрится. Конечно, функционал ничем не отличается. Это исключительно только внешний вид, но тем не менее, на мой взгляд, стало гораздо приятнее. Браузер Safari не получил каких-то серьезных обновлений, ну, по крайней мере, в первой бета-версии. Раньше в левом нижнем углу у нас были такие вот буковки А, а теперь вот такой вот монитор и две линии. И раньше, когда мы нажимали на эти две буковки А, у нас вот такая вот большая настройка вылезала. И, согласитесь, немножко неудобно. Сейчас мы нажимаем, и у нас высвечиваются исключительно только полезные настройки. Можно включить режим чтения, перевести на русский язык, управление расширениями, сделать чуть-чуть текста больше, либо меньше. А вот, когда мы уже нажмем на три точки, у нас высветится вот это вот большое меню, которое было раньше в iOS 17. К сожалению, пока фишки искусственного интеллекта недоступны в Safari, но я думаю, что с выходом следующей бета-версии, может быть, что-то добавят. Теперь, если на иконке приложения мы зажмем его, у нас выскочит вот такое вот меню, в котором есть несколько интересных фишек. Во-первых, мы можем его запаролить и входить в это приложение. Можно будет либо с Face ID, либо с Touch ID. Ну и также мы можем сразу добавить виджет этого приложения, то есть иконка приложения пропадет, но у нас появится виджет. Пока, к сожалению, размер этого виджета мы менять не можем, но мне кажется, что это больше зависит от разработчика. Все-таки это первая бета-версия, и не все разработчики пока адаптировали свои приложения под iOS 18. Если вы захотите поменять часы на локскрине, то вам добавили вот такую вот, наверное, радужную палитру, не побоюсь этого слова. Согласитесь, выглядит, наверное, прикольно, но, на мой взгляд, она подойдет не для всех обоев. То есть, если, например, обои плотно черные, ну либо плотно белые, может быть, да, это будет смотреться. Но для любителей вот таких вот штук цветных, я думаю, что это будет прикольно. Ну и, наконец-таки, теперь мы с вами можем менять фонарик и камеру на локскрине. Доступно очень много различных виджетов, и я уверен, что и сторонние разработчики получат доступ к этим настройкам. Также сюда можно установить и быструю команду, что дает, собственно, очень большой функционал для этих кнопок. Ну, в общем, вот как-то так. Мне кажется, это, наверное, одно из важных обновлений iOS 18 наряду с новым Control Center. Если вы ведете свой календарь, то на iOS 17 он выглядит так, когда на какой-то день запланировано событие, то около этого дня снизу просто стоит точка. А вот так вот это будет выглядеть и в iOS 18. Напомню, что под каждый календарь вы можете сделать свою цветовую метку, и здесь, согласитесь, гораздо проще ориентироваться, нежели чем здесь. Вот такое вот, казалось бы, небольшое изменение, но как оно освежает систему. Вот так вот было и вот так вот стало. Немножко было переработано меню на очереди в Apple Music, теперь оно выглядит вот так. Согласитесь, гораздо приятнее, когда у тебя больше кнопки. Я, как активный пользователь Apple Music, точно заценил эту штуку. Вот такие вот скрытые фишки iOS 18 для вас я сегодня подготовил. На канал обязательно подпишитесь, впереди нас ждут очень много интересных видео. Вторые, третьи, четвертые, пятые бета-версии iOS 18. Я думаю, что Apple с каждым новым обновлением будет дополнять новыми различными возможностями. И чтобы ничего не пропустить, опять же призываю вас подписаться. Ну и также не забывайте переходить по ссылке и подписываться на наш телеграм-канал. Дальше больше, всем здоровья и пока! Субтитры сделал DimaTorzok